Привет, это Навальный с разъяснением о том, что происходит. Досмотрите, пожалуйста, до конца и ощутите важность момента. Итак, есть Россия, любимая наша с вами страна. Внутри России есть Москва, любимый наш город, на который пашет вся Россия. Поэтому бюджет Москвы огромный, больше двух с половиной триллионов рублей. Это колоссальная сумма, даже по мировым масштабам, а уж для российского города тут и сравнивать нечего. Это, знаете, как сравнивать богатого барина и нищего крестьянина в лаптях. Отведайте, не побрезгуйте. А чё это, а? Кровушка хлопская. Кто же решает, как ежегодно будут тратиться эти замечательные московские два с половиной триллиона рублей? Вы думаете, ну, понятно, мэр Москвы Собянин. И ошибаетесь. Потому что мэр просто расходует эти деньги, но решает то, как потратить. Московская городская дума. Она формирует бюджет. Мало того, она еще и контролирует расходование бюджета. Хорошо ли потратили, не украли ли народную копеечку. Потому что именно Мосгордума выбирает контрольно-счетную палату города Москвы. И, как и все вы отлично знаете, Москва не только фантастически богатый город, но и фантастически коррумпированный. Здесь есть что украсть. Здесь лежат самые жирные куски. Здесь все деньги страны. Именно поэтому семья вице-мэра Москвы просто-запросто может купить себе пентхаусов на полтора миллиарда рублей. А мэр может подарить Ларисе Гузеевой элитную 200-метровую квартиру в обмен на рекламу в Инстаграме. В Москве чиновникам очень легко воровать. В первую очередь потому, что Мосгордума здесь, ну, именно что обслуживает интересы тех, кто ворует. Значит, как это устроено в теории? Есть 45 мест. Ну, сколько-то из них достается Единой России. Сколько-то оппозиции. Москва все-таки довольно оппозиционный город. Я здесь участвовал в выборах. Набрал по официальной информации почти 30% голосов. Ну, значит, должно быть, сколько-то депутатов, которые представляют интересы таких, как мы с вами. Грудинин по Москве набрал 12,5%. Значит, приличное количество мест должно быть у коммунистов. Ну и дальше. Каждой твари по паре. Сколько должно быть у Жириновского, сколько-то у Справедливой России. Потом вся эта толпа собирается, спорит. Каждый отстаивает интересы своих избирателей. Они принимают какой-то компромиссный бюджет. Партия власти поддерживает мэра, конечно. Конечно, оппозиционеры его не поддерживают и контролируют, чтобы люди мэра ничего не украли и все делали как положено. Нам с вами от этой политической конкуренции хорошо, прекрасно, ведь они же там следят друг за другом. Класс! Но что происходит в реальной жизни? Из 45 мест в Московской городской думе у Единой России 38. 28 из которых непосредственно члены партии Единой России и 10 человек, ну это разнообразные подчиненные Собянина, всякие главврачи и так далее. Они называют себя независимыми, но в 100% случаев они голосуют за Единую Россию и подчиняются ей. Пять мест у коммунистов, но один депутат ушел в губернатора и осталось 4 места сейчас. Одно место у ЛДПР и одно место у партии Родина. Таким образом, Единая Россия контролирует 84% голосов и принимает все решения главного органа, самого большого и самого богатого города страны. Управляют Московской городской думой два человека. Ее председатель Алексей Шапошников, бывший лидер молодой гвардии Единой России. И только в 2000 году российский народ смог сделать единственно правильный и осознанный выбор, избрав президентом России Владимира Владимировича Путина, национального лидера нашей страны. Ура Путину! Заместитель председателя Андрей Метельский. Он лидер московского отделения Единой России. Управляют они просто фантастически. Посмотрите, пожалуйста, это прекрасная и стандартная сценка о том, что там происходит. И в президиуме вы как раз увидите двух этих главных единороссов Шапошникова и Метельского. Уважаемый Алексей Валерьевич, на Толбло загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по главам, сколько присутствует. Я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность думы. Ну видите, как можно ожидать от этих людей, что они будут бороться за честные выборы. Или против коррупции. Или против того, чтобы людям подбрасывали наркотики. Если в зале 26 человек, они говорят 36. Их камеры снимают, они понимают, что это покажут на всю страну, но не моргнув и глазом. 36 человек. Система считает правильно. Ежедневно пишут про коррупцию в Москве на сотни миллиардов. Сколько раз обсуждали это на заседаниях Мосгурдумы? Ноль раз. Сколько раз давали поручения контроля на счетной палате проверить что-то? Ноль раз. Сколько раз поставили вопрос о том, что полиция на митингах в Москве избивает людей? Ноль раз. Наоборот. Они принимают такой бюджет и дают возможность Собянину дарить квартиры тем, кто особенно хорошо избивает. К чему я вам рассказываю всю эту политологию? Да потому что в сентябре вы бары. И я понимаю, что я вас этим уже достал. Но я продолжу доставать и дальше. У нас с вами есть совершенно практическая задача. Мы должны уменьшить процент, который контролирует Единая Россия. Да, конечно, выборы будут нечестные. Но это же Москва. Здесь противников Единой России намного больше, чем сторонников. И власти будет непросто, очень непросто фальсифицировать результаты в большом масштабе. Если мы с вами посмотрим на результаты прошлых выборов Мосгордумы, то увидим, что в большинстве округов нам с вами нужно накинуть оппозиционному кандидату всего 5-10% для того, чтобы он выиграл у Единоросса. И вполне реальной выглядит перспектива отнять у Единой России много округов. На федеральных выборах в 2016 году Единая Россия получила здесь 37%. Ну вот. Вот ее законный результат. Они должны контролировать 37% мест. Но не 84%, как сейчас. Только не говорите мне, что это невозможно. Больше миллиона человек посмотрит этот ролик. И половина из них будет из Москвы. Этого числа избирателей достаточно, чтобы одному оппозиционеру в каждом округе добавить дополнительный 10-15%. И, внимание, это очень важно. Прямо сейчас, немедля, ни одного дня надо дать подписи независимым кандидатам, которые идут на выборы. Для того, чтобы участвовать в выборах, каждый из них должен собрать несколько тысяч подписей. В Москве, где летом все разъезжаются, где все подъезды закрыты, где никто и никогда не открывает двери незнакомцам, это очень сложно. Но, собственно, процедура сбора подписей придумана для того, чтобы не пускать независимых кандидатов на выборы. В описании этого видео есть адреса штабов самых крутых кандидатов. Если они станут депутатами, они закончат легкую жизнь Единой России в московском парламенте. А правительство Москвы, оно наконец-то узнает, что такое депутатский контроль и что такое оппозиция в Думе. На этот сбор подписей осталось всего лишь пара недель. Все, что вам нужно, это паспорт и 18-летний возраст. Часто бывает такое, что вы живете в одном округе, а зарегистрированы в другом. Ну вот я зарегистрирован в Марьино, а живу на Автозаводской. Мне, конечно, лень ехать в Марьино, чтобы искать там кандидата, его штаб, его офис и отдавать за него подпись. Поэтому мы обустроили специальное единое помещение в центре города. Мы предоставляем его большому количеству независимых кандидатов со всей Москвы. Даже если мы не поддерживаем или не очень поддерживаем кандидата, мы исходим из того, что они все имеют право участвовать в выборах и по справедливости мы тоже должны им помочь. Адрес центра сбора подписей – Рождественский бульвар 10. Он работает ежедневно с 10 до 10. Список кандидатов тоже есть в описании. Наш с вами план сейчас в том, чтобы, во-первых, помочь этим кандидатам зарегистрироваться на выборах, дать им подписи. А потом определить самых сильных из тех, кто будет в бюллетене, в каждом их 45 округов, и всем голосовать только за одного человека. И это даст ему очень большие шансы выиграть. Там, конечно, будет сборная солянка. И независимые коммунисты, яблочники будут классные кандидаты. И менее классные, где мэрия побоится и не пустит сильных политиков. Такое, конечно, точно будет. Но главное – ни одного голоса Единой России. Мы все вместе голосуем только за одного человека в каждом округе. Это и есть умное голосование. И напоследок. Те из вас, кто не живет в Москве, сейчас говорят – какого черта я вообще это посмотрел? Это не имеет ко мне никакого отношения. Умное голосование имеет и прямое. Потому что, во-первых, выборы будут не только в Москве, но и в Питере, и еще в 20 регионах. И там тоже будет умное голосование. А во-вторых, в Москве тратят ваши деньги. И вы заинтересованы как минимум, чтобы хотя бы не разворовывали, как это происходит сейчас. Поэтому, ну, просто информационно поддержите эту кампанию. Умное голосование. Ни одного голоса единороссом или единороссом, замаскированным под самовыдвиженцев. Прямо сейчас идите и отдайте свою подпись хорошему кандидату. Вы ему очень нужны. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.